Мы зачекинились, но номер нам не дали, сказали большая резервация, то есть выезд людей, то есть номер освободится, нам позвонят, заселение с трех часов, а сейчас, кстати, уже два. То есть, ну, практически ничего нам ждать не надо, сейчас идем кушать, потому что хотим кушать. Территория здесь просто обалденная, вообще отель обалденный на высоком таком уровне, сейчас все расскажем. Так, смотрите, мы вышли с отеля, и здесь Марина. Отель называется The Chedi Lushitsa Bay, и район этот называется Lushitsa Bay. Это очень новый, крутой отель, стоит номер здесь 190, 190 евро, да. И здесь вообще просто так бомбезно, так красиво, смотрите, какой вид. Здесь вот марина, яхты, и все, мы уже попали. Ты видишь, тут машины какие стоят? Сейчас мы вам покажем, то есть это какой-то VIP-овский отель. И смотрите, тут уже стоит сразу Lamborghini Urus, прям как в Дубае. И там, вон, сейчас покажу, там тоже много крутых машин. И, кстати, здесь людей достаточно таки много. Вот ресторанчик. Сейчас мы где-то упадем. Вот, смотрите, какая красота, просто можно с ума сойти. Вон маяк. Я в шоке, вообще, да, такой вид. И крутые тачки, то есть мы почти как в Дубае. Кстати, мест нет в ресторане. Наверное, вовнутрь, может, пойдем. Пойдем, Анютка. Интересно, это на сдачу или для красоты, или выставка? Смотрите. Ну все, мы в своей стихии. Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce. Все как надо. Смотрите. Сейчас я хочу посмотреть, что тут в Lamborghini. Тут просто, да, написано про нее? Цены нету. Просто написано. Что? Какая она? Ее данные. Пойдем, Анютик. Да? Иди сюда, Валась. Вот, смотрите, тусовка из парней модных. И машинки Rolls-Royce. Смотрите, как тут красиво. Я, кстати, не ожидала, что тут будет так красиво. Я по фоткам смотрела, но прям красота. Феррари. Так, а это, интересно, тоже отель? Похоже, что... Тут просто один стиль. И, скорее всего, что это может быть даже отель. А, хотя нет. Еще рыбки, да. Отель, наверное, вон там. Вот здание. А это просто... Просто новая набережная, видимо. И все построено так. Анютка, смотри, не подходи близко. Тут там обрыв. И яхты, яхты, яхты. Ну, в общем, мы идем кушать. Все, нашли мы ресторан. Причем мы, как определили, что здесь будет вкусно. Мы еще не знаем, вкусно или нет. Но это ресторан норепродуктов и мясо. Здесь было очень много людей. Называется он 21 бестро. Севью. Мы уже заказали блюда. Но реально тут получается... Анютя заказала лосось. Он стоит 16 евро. Ну, то есть полноценно там с овощами и с рисовой лапшой. Себе заказала крыльевские креветки. Они стоят 20 евро. А муж мне заказал себе ризотто с чернилами каракатицы. Оно стоит... Сколько? 12... 13 евро. Ну, то есть цены уже радуют. Так, принесли нам, наконец-то, нашу еду. Вот это вот ризотто с чернилами каракатицы. Так оно выглядит. Прям вообще вкусно-привкусно. С базиликом, с пармезанчиком. И у Анюты, ничего себе у тебя какое блюдо. Лосось с лапшой. Вау! Давай быстро пробовать. И у меня... Смотрите, у меня что? А у меня тоже ризотто с креветками. Так, все. И с шафраном. Такое оно желтенькое и с пармезанчиком. Все, мы налетаем. Вкусно выглядит, больше ждать не можем. И традиционно на закусочку капучинка. Сейчас попробуем, какое оно тут вкусненькое. Все, принесли нам счет. И мне уже Черногория начинает нравиться. Мы покушали, заказали два капучино, фреш. И за все за это мы заплатили 54 евро. То есть, и это, я так понимаю, ресторан такого уровня. На Дубай-Марине. Слышишь? На Дубай-Марине. Ресторан находится на Марине. И получается здесь такой си-фуд. То есть, морепродуктов. То есть, высокого уровня. И покушали мы на 54 евро. Это вообще несколько раз дешевле, чем мы кушали в Дубае. А, да, еще мы заказали, кстати, Анюти мороженое. То есть, это вообще 54 евро. Узнаем старенькую Европу. И мне уже позвонили из отеля. И сказали о том, что наш номер готов. Поэтому мы сейчас идем заселяться и делать рум-тур по нашему номеру. Вот, смотрите, яхточки. Вон там кто-то яхточку натирает, чистит. Такой маяк. Я, кстати, первый раз вижу маяк так близко. А там, кстати, пешеходный мост. Смотрите, надо туда сходить, к маяку идет. Конечно, так тихо. Такая бухта. Такая вода. Просто рай. Вот мы в лифте. Кстати, мы вообще зашли с отдельного входа. Не там, не с ресепшена. Вышли на улицу. И здесь был отдельный вход. И едем на четвертый этаж. Вау, вот это вид. Это наши апартаменты? Нет. Это у нас вид. У нас 402. Ну там закрыто, там же нет балкончика. Вот, смотрите, какой вид. Пойдем искать наши апартаменты. Ищи 402. Такой холл здесь. И вот коридорчик. Они-то идет и включается свет. Держи ключик. Вот наш номер. Сейчас мы посмотрим, какой нам дали вид. Потому что с видом на море номер был дороже. Я сэкономила. Решила не брать с видом на море. Сейчас посмотрим. Заходим. И у нас номер с видом на море. Я уже это вижу. Вау. Так, ну в принципе номер такой достаточно немаленький. Да? Вот у нас есть такая плазма. Дверь к соседям. Если вдруг станет скучно, можно постучать к соседям. Да! Ничего себе! Но это планшет, не на котором играть, Анют. А это планшет. Тут информация об отеле, о номере. Так, я не знаю, куда пойти. Давайте пойдем в санузел. Да? Я хотела свет включить. Еще это он не включает. А ты карточку не ставил? Ааа, понятно. Мам, смотри, какой есть номер. Да. Вот я вот. Так, вот смотрите, получается такая дверь. Дверь прозрачная, полупрозрачная, шторка. И вот сам санузел. Так. Получается две раковины. Большое зеркало. Косметическое зеркало. Так. Принадлежности. Ой, здесь такие принадлежности. Я уже слышу, как они пахнут. Мама, это самый классный прикол. Ведро. Да, сейчас покажем. Подожди, не спеши. Вот такое мыло. И мои любимые цвета. Желтый цвет. Вау. Это твой любимый цвет. Боди. В общем, крем для тела. Мама, это твой любимый цвет. Да. Это тут, получается, наборчик там ватные диски и ушные палочки. Шапочка для душа. Полотенышко, стаканчик. Цветочек. И получается вот такой душ. Смотрите, Анюта вот увидела ведро. И в этом ведре принадлежности для душа. То есть тут шампунь, кондиционер и гель для душа. Вот такой вот душ. Получается, сверху. И получается вот такой вот еще душик. Так, дверь тут не закрывается. Получается так. А здесь, смотрите, что у нас еще есть. Здесь под раковиной такая полочка с халатами, тапочками, полотенцами для пола. Это, я так понимаю, фен. И весы есть. А еще здесь есть унитаз. Вот еще отдельная дверь и унитаз. Да, сейчас приду, посмотрю. И вот наш АПА уже был на балконе. И вот, смотрите, какой вид. Вау. Вот такой балкончик. Кстати, хороший, отличный балкончик. Два кресла, столик. Такой немаленький. Ой, а что-то строится, кстати. То есть у нас получается как частичный вид на море, да? Хотя, ну, получается, впереди здание, вот, да? Немного на здание. И вот оно. Море. Ну, блин, наверное, нужно подняться. Да, там, сейчас пойдем. До маяка пройти. Сейчас пойдем, пройдемся. То есть Лужтица, Лужтица Бэй. Это такой район. Такая маленькая деревушка. Я, кстати, читала здесь, по-моему, то ли 500, то ли 530 человек. Сейчас. Ой, что там еще есть? Я не посмотрела. В коридорчике. А ну-ка, покажите. Ого, ничего себе. Мини-барчик. Вино. Четыре бутылочки вина. Пинобланк. Да, какой-то это итальянское. Открывачка есть. Да, открывачка есть. А это какое-то... Это черногорское, кстати, вино. Так. Это красное вино. Это розовое вино. Тоже черногорское. Вот, смотрите, тут пиво, водичка, кола, соки. А, это что? Это орешки какие-то в панировке с тарелочкой, да? Давай закроем. Потом, смотрите, тут такие бокалы. Две бутылочки воды. Хотя у нас же трое, да? Но тут, видите, принадлежности для двоих. Две кофейные чашки, две чайные чашки. Вот такая вот кофемашина. Чайник. Сахарок тут. Сахарок. И тут, получается, вот, кстати, капсулы для кофе. Чай. Чашечки ловаться. Ну и, конечно же, мини-бутылочки. С таким вот напитками. И получается, что тут ничего. Ну, давайте посмотрим, что тут есть, сейф или нет. Так, а здесь еще есть сейф. Есть еще сумочка для стирки, если надо. Вот написано, кстати, лаундры сервис. Интересно, сколько же стоит, что постирать. Платье стоит постирать 10 евро. Сухая очистка 12, стирка 10 и глажка 6. То есть, если вдруг нужно постирать платье. Ну, а здесь просто шкафчик. С такими вешалочками. Гладильная доска с утюгом. В общем, все супер. Номер классный. Нам нравится. Мы сейчас... О, кстати, пока я снимала рум-тур, нам принесли сумки. Причем мы ключи отдали на ресепшене парню. Он нашел нашу машину. Взял наши чемоданы и принес их нам. И вот мой народ уже лежит и отдыхает. Все, сейчас идем гулять. Классный номер, нам понравился. В принципе, он стоит своих денег. И с классным видом. Классное место, тихое, спокойное. Слышно шум воды. И мы идем гулять. Вот такие тут качельки. Поле. Все, вышли мы на прогулку. Пойдем. На променад. Пойдем? Так. Идем. Ой, ну тепло, конечно, так прям... Прям вообще... Вообще-вообще... Аж жарко. Давай мороженое дать чуть-чуть вкуснее, что жарко. Мороженое? Я просто, конечно, балдею от этого вида. Просто здесь ничего лишнего нету, да? Яхты, море. Горы. И отели. Супер. Все, мы идем на пешеходный мостик к Маяку. Хотим посмотреть. Это тоже, видимо, наш отель. Там может быть, да. Скорее всего. А я не знаю. Хотим в спа. А, кстати, вот же бассейн, да. Сейчас хотим прогуляться, а потом пойти в спа-центр. Там бассейн. Массаж даже есть. Я посмотрела тайский массаж, часовой, стоит 75 евро. А в Таиланде такой массаж стоит 10 или 15 долларов. Мы просто, когда были в Таиланде, в каком году, в 2007, да, то мы платили за массаж в топ 5 долларов, по-моему. Я так понимаю, что это реально небольшой городок. Вот, смотрите, там еще идут апартаменты какие-то, домики. Все в таком стиле красивом. И эти красные крыши. Монтенегро. Ну, ты же видишь, они не такие прям красные, они такие какие-то оранжево-красные. Для меня кажется бортовые. Да. Такие яхты какие-то необычные. Такие кораблики. Ну, так красиво. Вот понтон, смотрите, здесь можно отплывать на лодочках. Вот, кстати, водный мотоцикл. Можно покататься, смотри, на такой моторке. Ну, сейчас просто, мне кажется, холодновато, наверное, для такой моторки, да? С нее будет вода, лететь брызги. И вот, смотрите, просто вид какой. Домики наверху, домики внизу. Обалдеть. Пошли пробовать воду. Тут, конечно, так тихо, спокойно. Смотрите, какая яхта. Такая она прям большая, необычная. Вот моя, какой красивый. К нему не подойдешь. Такой горизонт красивый. Вода вообще просто. Цвет обалденный. Пойдем сюда. Вон там пляж. Сейчас пойдем пройдемся в ту сторону. Ветерок такой освежающий. Вот это вся деревня. То есть вот это вот лужкица. Ой, там что-то устроят. Да, строят вон там. Видите, то есть вот она начинается. И вот она. И вот эта вся деревня. Ну, поверю, что тут живет не больше 500 человек вместе с туристами. Так, получается вот Марина. Ну, стоянка для яхта, да, причал. Вон наш отель. И вот через мостик нужно пройти. И получается вон там пляж. То есть там вот буквально несколько зонтиков, лежаки. Просто еще не сезон, поэтому, видимо, не разложили все. То есть... Ну, это, наверное, единственный тут пляж. Может, еще где-то есть, конечно. Но я думаю, что в лужкице это один пляж, потому что больше так ничего не видно. В общем, будете в Черногории, обязательно посетите эту чудо-деревню. Ага. Да. Виды здесь очень красивые. Так, вот мы идем к пляжу. Пляжи здесь, конечно, каменистые. Не песочек. Поэтому здесь удобнее лежать на лежаках. Но вода за счет этого чистая, причистая. За счет того, что здесь камушки. Вот, смотрите. То есть тут нужно покупать специальную обувь. Говорят, что тут еще морские ежи есть в воде, которых можно споймать. Так, наш папа пробует воду. Ой, что-то я тебя не могу споймать. Ну что? Ну так, здесь такой заход глубокенький сразу, мне кажется. Ну вот, в общем, вот такой пляж. Здесь очень близко от гостиницы. Ну да, каменистый. Я не знаю, это, наверное, скорее всего, тут и городской пляж. То есть не только от гостиницы. Так. То есть реально это новая какая-то деревушка, которая, видите, построена вся в одном стиле. Мы, кстати, прочитали, что это инвестиционный какой-то проект. Кто-то занимается этим. Строительство. Поэтому вкладывают сюда денежку. Здесь, кстати, много иностранцев. Прям слышно, есть русская речь. Но очень много. В основном тут иностранцы. Мы слышали итальянскую речь. Здесь рядышком Италия, через море. Мне кажется, проще на самолете прилететь. Хотя, если есть яхта, можно просто на яхте вот сюда приплыть, припарковать ее здесь, поселиться на яхте. Чтобы не тратиться на отель, да? И вот тебе. Ну, тут, кстати, такие яхты, они не такие, как вот большие, да? Они какие-то совсем другие, да? А, ну да, есть там и такие. Смотрите, на русском написано. Улица, путь Марина-Луштица. Кстати, да, реально речь похожая. Вообще, то есть, если не знать английского, можно с ними общаться на русском или украинском. Или, ну, то есть, они... Слов очень много похожи. Вот, смотрите, продолжаются яхты. Такие... Я говорила, нет больших яхт. И вот, смотрите, я была не права. Прям такие огромные двухэтажные яхты. И вот, смотрите, они тут паруса как поднимают. И до неба. Красиво. А вот это заправка, да? Для яхт. Бензоколонка. Да? Наверное, судя по всему. Смотри, шланги идут. К яхте. А вот. Анюта заметила. Говорит, мам, смотри, трехэтажная. И реально трехэтажная. Смотрите. Даже вот нижняя палуба, да? Вторая, третья, четвертая. Можно сказать, что четырехэтажная. Не, ну, она же там крышка. Ну, да. А вон, смотрите, поплыла яхточка. На прогулку. Ну и все. И вот конец набережной получается. То есть, реально совсем такой маленький. Маленький-маленький городок. Или деревня, как я говорила. Слышите, да? Как тут тихо, спокойно. Вот это вот непонятно, что гудит. Постоянно. Ой, смотрите, какой здесь вообще прям бухточка такая. Но сюда и не заплывешь. То есть, там вон внутри такая скала. И получается... Это что, только под мостиком можно тут проплыть? Да я не знаю, на чем это. Красиво вообще. Вон проход. Где? Ой, да. Вон, кстати, проход. Получается, там выход в море с бухты. А вон чайка. Чайка, чайка, чайка. Да, смотрите. Вот смотрите, променада. Улица променада написана. Вот стоянка для машин. Можно сюда приезжать и идти прогуливаться. А вот смотрите, с этой стороны, как это все выглядит. Домики, да, как будто бы многоуровневые идут наверх. И горы. Ну, конечно, тут вообще красотень просто. Ну что, сидим мы в холле отеля и понимаем, что нам реально тут скучно. Тут получается реально маленькая-маленькая деревня. Ну, то есть, получается, тут совсем такой релакс. Там есть бассейн, кстати, но он теплый. Но сейчас уже как-то не хочется. Да, там и лежаки заняты. В спа-центр после пяти с детьми нельзя после пяти вечера. Поэтому мы сидим и думаем, чем бы нам заняться и куда бы нам податься. Мы вышли на прогулку. И тут, смотрите, вот вывеска висит. Резиденты только. То есть, получается, что сюда могут ехать только резиденты на машине, которые тут живут. Этот поселок был построен, начато строительство в 2013 году. И в 2018 году сюда уже вселились первые резиденты. То есть, это все апартаменты, которые кому-то, ну, либо сдаются, либо кто-то их приобрел на сдачу. Смотрите, какое море. Как красиво. То есть, это инвестиционный проект, который еще до конца не построен и еще застраивается. Здесь так мило. Такие домики, смотрите, все ухожено. Все красиво. Тихо, спокойно. Еще не начался туристический сезон. Практически все закрыто. Да? Паркинг, да? О, это паркинг для резидентов. Для автомобилей резидентов. Вот паркинг. И вот все в таких заборах, переходах. И все идет вверх. И все так красиво. Домики такие. Все сделано в одном стиле, но с красными крышами. То есть, стиль Черногории тут соблюдает. Смотрите, какие окошки. Реально никого нет. Вот мы идем, здесь просто не едет ни одна машина. Смотрите, какое море. Такой запах здесь. Деревья. И вот, видите, идем только мы. Ой, машина вот первая едет сюда. Давай. Вот мы поднимаемся на одну из троп. И здесь кругом дома, дома, дома. Смотрите, какие красивые птички поют. А это, смотрите, оливковое дерево. И вот мы идем, идем, идем. И здесь бассейн есть. Я не понимаю, возле дома или не дома. Вот смотрите, лаванда. Лаванда называется улица. Или дом лаванда, или улица. Да, и что там? И теплая вода. Да, в бассейне? Значит, и у нас в гостинице теплая вода. А вот бассейн. Видите, голубой? Это, получается, он каким-то домам вверху принадлежит. Нескольким, видимо. Вообще, так красиво. Классно. Интересно, сколько же здесь стоит недвижимость? В этих домиках. Это мы сейчас поднимаемся в какие-то дворики. То есть мы идем наверх, наверх, наверх. Вот оливковое дерево. Смотрите, какое красивое. Так. Идем, 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 идем. И вот смотрите, какие улочки. Вау, вот смотрите, как красиво. Какой красивый вид. Вниз. На море. Вау. Красиво, да? Так, и вот мы идем все выше и выше. То есть здесь идет прямо направо, вот смотрите. И там кто-то живет. Окошки открыты. Там, видите, это мы поднимаемся прям вверх, вверх, вверх. Так, вот мы добрались до бассейна. Теплая? Да, конечно, теплая. Да. Вот смотрите, такой маленький бассейн. Небольшой такой, но с таким горизонтом уходящим. И лежаки вот. И вот так вот лежишь тут, загораешь и смотришь на красные крыши. Красиво. Смотрите, ласточки летают. В рамки такой смотришь. Да. И все, на этой нотке заканчиваем сегодняшний день. Все, всем пока. Пока. Надеемся, вам тоже так же понравилось, как и нам. Пока. Обязательно, когда в Чемногории будете, заезжайте в этот город. Очень классно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok